Ну так в чем сущность ритуала? В том, что в нем нет деталей, все едино. Это свойства. Помните, я подчеркивал, что есть сущность ритуала и есть свойства. И просил различить это. Еще скажу, не различились смыслы и выражения? Это сущность, из которой вытекает все остальное. Что остальное? Собственно, свойства. Все свойства, да? Какие? Индарианность, отсутствие и наше состояние, определенность, пространство. Но это все равно, ограниченность, определенность, можно, наверное, так и так сказать. Итак, сущность ритуала, неразвлеченность, смысл и выражения и вытекающие из них свойства. Инвариантность, отсутствие иерархии, то есть нет деталей, и пространственная ограниченность, конечно же, определенность. Все это мы находим в поэтике Гоголя. Вечерах на худой и близне Каньки самая главная, бросающаяся в глаза черта, это внешняя выраженность смысла. существование смысла вовне. Для жителей Гогольники как мы с вами говорили, быть христианином, значит это образ жизни. Казалось бы, такая интимная вещь, как вера существует и держится на образе жизни. Быть христианином, значит, заходить в церковь, значит, не есть скоромного в соответствующие дни, значит, защищать территорию, ну и так далее. У Гоголя персонажей нет нутра. Нет внутреннего. Они все внешние. И, собственно, в этом тайна удивительного поэтического впечатления от повестей Гоголя. Они действительно персонажи, в том смысле, что они все существуют вовне. То есть они описываемы именно потому, что у них нет внутреннего. а есть только внешнего. Они подлежат описанию. Любить, значит, взять бандуру, сесть под окна девушки и... Бенчатик. Деканте. Бенчатик. Бенчатик. Диканька для жителей, диканьки, это законченный, завершенный мир. Как я говорил, не центр мира, а единственный мир. Нет ничего, кроме диканьки. Парень может, конечно, съездить за черевичками в Петербург, на черте, но заметьте, он ни на что не смотрит. Оказалось, что в дворце императрицы он ничем не интересуется, кроме черевичек, которые у нее на ногах. Получив черевички, он тут же разворачивается, садится на черта и чешет обратно, потому что больше ничего не существует. Подвести своей девушке-черевичке, это в традиции диканьки, а дворец императрицы никому не интересен. Диканька – это единственный мир, в котором живут ее жители. И мир конечный. Мир конечный. За пределами которого хаос, нежить. Смотрите, как строится отношение этого ритуального сознания со злом. Зло не существует внутри самой диканьки. Его нет. Зло только вовне. Зло приходит извне. Вокруг диканьки мир не любит. Ну, лучше не скажешь. Мир нелюдей. Но он всегда присутствует. Только добрые люди сядут выпить горилки, поговорить о чем-нибудь хорошем, как сразу в окно втыкается свиное рыло. Как можно огородить себя от зла? Как огородить себя от зла? Путем образа жизни. Правильный образ жизни отгораживает тебя от нелюди, от нечисти. Причем, именно внешнее поведение позволяет тебе отгородиться от хаоса. Именно внешнее поведение. Поэтому чертовщина в вечерах на футоре в диканьке выглядит такой, ну, как сказать, чуточку домашней. Потому что, как с чертом справиться? Да очень просто. Надо насыпать соли на основание хвоста и перекрестить. Поскольку зла нет внутри человека, а зло только снаружи, то зло принимает вид «черт попутал». Человек не убирает внутри себя между добром и злом. В ритуальном непосредственном сознании этого выбора нет. Есть зло снаружи, которое может попутать, обмануть, запутать, сыграть на слабости. Вместо зла есть слабость. Понимаете разницу между сознательно выбранным злом и слабостью? Ритуальное сознание знает только слабость. В человеке нет зла, но человек слаб. А хаос, естественно, настороже. Итак, прежде всего, внешнее отношение к злу. Внешнее отношение к злу. Огрим это совершенно замечательно передано. В сцене, когда хама брут, Точнее, на хаме брут и едет ведьма. Ведьма завораживает хаму. И оседлает его, занимается за любимое занятие для ведьмы. Кататься на добрых людях. Что делает хама? Хама громко молится и истово крестится. И пока он громко молится и истово крестится, ведьма слабеет. Слабеет, слабеет, слабеет. И уже хама билипрыгивает на ведьму. Но силы человека не беспредельны. Язык качнеет, рука слабеет. Молитва уже не так ясна и четко. Ведьма возрастает, пухнет и перепрыгивает на хаму. Но хама уже отдохнул. Хама уже отдохнул. Он снова оказывается на ведьму. Совершенно восхитительное это вот перемещение. Оно как раз и показывает пластический, сценический. Ну, гоголь, конечно, это гоголь. Пластический, сценический показывает именно внешнее отношение козлу. Зло можно, зло внешне, а от зла можно откреститься. То же хама, когда он отпевает паночку, вокруг него теснится нежить. Что делает хама? То самое внешнее действие отчерчивает хама. Отчерчивает круг от черта. Хама отчерчивается от нежити. То есть совершает внешнее действие. Ну, еще он громко читает молитву и крестницу. Вот образ жизни, который придерживает теканьки, и есть этот круг. Внешний образ жизни, и есть этот круг, за который внешне никогда не перейдет, если человек не проявит славу. Помните, мастер-маголите, да? Кто-то пытался перекрестить. От черта руку отрежу, опусти. Куда там? Куда там? В Москве в 20-х годах не непосредственно, это не диканка, это не непосредственно сознание. Уже от черта откреститься не получается. Там уже внутренние люди. На нормальном философском языке рефлектирующие люди. И для такого сознания, рефлективного сознания внутреннего, сознания самого себя, отвлеченность себя от внешнего мира, для такого сознания открещиваться уже не удается. В Москве нежить уже не такая игрушечная. Потому что у Гоголя она, с одной стороны, страшная, а с другой стороны, домашняя. Потому что черт, конечно, страшен, все его боятся. Но если его можно насыпать, соль, на основание хвоста и перекрестить, то он уже не страшен. Еще раз, образ жизни диканки и есть тот круг, в котором хама отчерчивается от нежити. И это, в общем, понятно, почему. Потому что, если смысл существует только во внешнем поведении, не существует отдельное поведение, как собственный смысл. А смысл существует во внешнем поведении. На человеке действительно нет места злу. Но зато его смысл конечен. То есть смысл простирается настолько, насколько простирается тело. И тогда за пределами смысла возникает бессмыслие. То есть, собственно, хаос и нежить. Чертовщина. Которая олицетворяется со злом. Простая конечность мира телесного оборачивается соседством со злом. Из простой конечности смысла вытекает неизбежность зла. Иван Карамазов, встретившись с чертом, в ужасе обнаруживает в черте самого себя. С отвращением, точнее, обнаруживает в черте самого себя. Что именно? Самое общее, банальное, что есть в Иване, воплощает черт. Именно поэтому Иван смотрит на черта с отвращением. Точнее, на самого себя смотрит с отвращением. Потому что для Ивана черт – отражение Ивана. Разговаривая с чертем, Иван разговаривает с собой. Это рефлективное отношение ко злу. Зло во мне. Я зло. В непосредственном сознании совершенно иначе отношение ко злу, как внешнее. Приходящему, хомутающему тебя извне. Зло нельзя осознать. Поскольку зло – это хаос. Поскольку зло – это отрицание смысла. Зло нельзя осознать. Опять-таки, у Уголя это совершенно здорово сделано. В какой-то момент Хамена Круг приводит и ставит чудовище с железными веками. Поднимают эти веки. Это чудовище сперивается в хаму. А хама, опустив голову, продолжает. Внутри Круга, не дай Бог, выкидай этот Круг ему. Не дай Бог, издекайте. Издекайте сделать шаг. Там сразу нежить. Так, оставаясь в Круге, опустив глаза, он истово молится и крестится. А внутренний голос говорит ему – не смотри. Внутренний голос кричит – не смотри. А хаме хочется поднять глаза, потому что завораживающий этот взгляд – взгляд Вия. Ему хочется встретить этот взгляд, а нельзя, потому что по определению. Понимаете, нельзя не ситуативно, по существу нельзя это сделать. До непосредственного сознания нельзя познать зло. Непосредственное сознание не… На нормальном философском языке это звучит так. Обладает сознанием, но не обладает самосознанием. То есть все, что делает ритуальное непосредственное сознание – это, конечно, значимое, смысленно. Это понимается и другим, и самим, кем-то живет. Но непосредственное сознание не отличается от того, чем оно живет. Оно не субъектно. И это сознание не субъектно. А познать свои границы, познать зло, значит, в каком-то смысле познать самого себя. Некоторым образом познать зло, то есть познать границы, значит, познать самого себя. Что происходит с сексуальным сознанием? Оно само, как телом, кладет границы. Поскольку внутреннее существует во внешнем, а не выражено, то непосредственное сознание самим жестом кладет границы смысла, но не осознает себя, как некоторое пространство, некоторые границы. Смысл, еще раз прошу вдуматься, смысл существует, только и существует в жесте. Это значит, что жестом мы кладем границу смысла, но не являемся субъектом происходящего. Сама буквально телом, буквально вот этим крестным знамением, я не хочу его субъектом изображать, мамошка. Не знаю, что получится. С самим крестным знамением хама и выражает смысл. Таким образом, ритуальное сознание не может знать зло и не может сознавать себя через свои границы. Ну, у хамы возникает желание, у хамы возникает желание поднять глаза, и внутренний голос кричит ему, «Не смотри». Хама поднимает глаза и встречается взглядом с веем, и умирает. Момент сознания вот этого бессмыслица и есть смерть ритуального сознания. Момент сознания себя и есть смерть ритуального сознания. Мы с вами живем своей субъектностью. Иван не может быть непосредством Карамазов. А непосредственное сознание не может быть рефлективным. Ритуальное сознание, непосредственное сознание, не может сознавать границы между смыслом и бессмыслицей. Между смыслом и хаосом. Чего именно не может ритуальное сознание – это сознать себя как смысл, противостоящий хаосу. Она является этим смыслом через жест, через пластическое существование. Она является этим смыслом, который противостоит хаосу, но не сознает себя в качестве смысла противостоящего хаосу. Поэтому она не знает хаоса и не знает себя. Поэтому Хамабрут, подняв глаза, умирает. Мгновение самосознания есть мгновение смерти. Между прочим, греческая трагедия точно такая же. Греческая трагедия начинается всегда с того, что герой узнает свою судьбу. У царя Алая рождается первенец, и он идет узнать судьбу. Он как бы открывает к нему судьбу. Что происходит в момент, когда человек открывает к нему судьбу? Он перестает просто персонажем. В этот момент в этот момент он становится не только персонажем, но и автором. Потому что он раздваивается, он считает о том, что ему предначертано. Когда он не знает этого, он только персонаж. Он неизбежно совершает то, что ему предписано, не зная того, что предписано. тогда это законченный персонаж. А в момент обнаружения судьбы, в момент открытия судьбы, в этот момент происходит раздвоение человека. Возникает, по крайней мере, соблазн переписать. что царь Лай и делает. Он отправляет своего первенца на смерть. Что потом делает Егип, убегая из дома, узнал свою судьбу? Это все один и тот же момент, когда герой узнает свою судьбу. Когда герой восстает, он восстает не ради того, чтобы свою участь улучшить. Это было бы смешно, смешная трагедия такая. Хотел человек как лучше сделать, и не получилось. Вот такая история. Конечно, не так. Он старается внести смысл в этом бессмысле отцеубийства и правосмясительства. Он хочет избежать преступления, предписанного ему. И приходит к этому к своей участи. Что делает Лай и фактически любой герой греческой трагедии? Он, как хамабрут, поднимает глаза, хочет осознать себя. Момент обнаружения судьбы это опыт самосознания, согласитесь. Обнаружение судьбы это опыт самосознания. И заканчивается так же, как у Гоголя. Он, точнее, у Гоголя заканчивается так же, как в греческой трагедии. Кончается смертью. Опыт самосознания заканчивается смертью. В греческой трагедии также опыт самосознания заканчивается смертью. Потому что в греческой трагедии точно так же действует непосредственное сознание. сознание подвластное судьбе ему неизвестной. Это и есть непосредственное сознание. И опыт обнаружения судьбы есть действительный опыт и попытка самосознания. А в греческой трагедии еще на самом деле еще жестче обходится с героем. Дело в том, что герой в конце узнает действительный смысл предназначения. Ему сначала открывается судьба один раз и она открывается второй раз в конце. И в конце он узнает ну Эдитт что сделал? Узнав о неизбежности от убийства и правосместительства он бежал из дома который считал отчим. От людей которых считал отцом и матерью. Он не восстал от судьбы но он бежал от судьбы. И в конце он узнал что это его бегство было предписано судьбой. Входило в судьбу. Чтобы убить отца он должен был убежать из дома. Чтобы не узнав судьбы не убежать и не попытавшись избежать судьбы он не пришел. Когда судьба открывается во второй раз герой узнает чудовищную правду что его бунт входил в судьбу. Первый раз Эдитт узнал что он такое слово можно сказать предварен может быть убить отца кровосмедительной с матерью и его дочери будут его сестрами. А во второй раз обнаружив сухожей судьбой он понял что в судьбе было так на самом деле в книге было так написано ты узнаешь судьбу попережишь от судьбы и придешь к судьбе. В первый раз этого не было. В первый раз этого не было. Было просто убьешь женится на матери и дочери будут сестрами. А во второй раз он это понимает неизбежно. Он неизбежно это понимает. Что его попытка уйти от судьбы входила в его первое значение. Его участью был бунт. Смотрите какая издевка над человеком. опыт самосознания опыт авторства опыт авторства окажется входил в тот текст персонажем которого ты являешься. Вот так ни много ни мало. У Пушкина замечательная вещица есть песня речи Олегия. Тепушкин совершенно замечательно воспроизвел канон греческой трагедии. Точно такое же обращение к судьбе, точно такое же предсказание результат. Это последняя Олегова фраза «Так вот где таилась погибель моя» открывает ему совершенно чудовищную насмешливую истину, что его попытка избежать судьбы входила в план судьбы. Не отправил бы коня, не погиб бы с коня. Причем Олегу открывается это еще в момент, когда он презирает судьбу и смеется над судьбой. В тот момент, когда он сомневается в правоте судьбы, потому что вот же конь околел, а меня пугали, а мне этот вещун врал, что конь станет причиной моей смерти. И в этот момент, когда князь смеется над судьбой, клянет судьбу в этот момент, она ему настигает. Отчение говоря, она смеется над ней. Поэтому, конечно, судьба получает для бунтаря, для героя судьба получает вид насмешки, издевательства. Почему такое сходство? Где греческая трагедия, где Бога? Почему такое очевидное бросающееся в глаза сходство? Сходство в каноне. Опыт сознания равен смерти. А вот такое сходство каноническое между греческой трагедией и малороссийскими пояснями Гоголи. Потому что и Греция и Логоль это ритуальное сознание проник. Совершенно верно. Потому что Гоголь проник в тайны ритуального сознания. Но грекам проникать было не за чем. Они действительно были ритуальным действительно была Греция и Логоль. все так. Поскольку и тут и там предметом является ритуальное сознание, постольку возникает типологическое сходство. Поэтическое сходство. Способ в поэтике. В принципах поэтики. Гоголь все свое творчество посвятил непосредственному сознанию. И он совершенно с разных сторон, очень методично, даже не хочется говорить, что он изображает, он ощупывает, исследует это непосредственное сознание. Он тискает его в своих объятиях авторских. в другом, в другом, в другой истории. Классический сюжет, когда герой продает душу дьяволу. Ночь накануне Ивана Купала. Юноша влюблен в девушку, юноша бедный батрак, отец отдает девочку за богатого поляка, трагедия. Трагедия. Девушка моим свадебным нарядом будет салом. Юноша, в общем, такие сокры всякие. Гоголь этого не боится, потому что непосредственно сознание банально по определению. Непосредственно сознание банально, то есть оно сюжетно, а сюжет есть нечто повторяющееся, нечто от века существующего. Когда человек заранее знает, что любовь – это значит брицание под окнами избранницы. Игру заранее знает, что христианство – это платочек и на шею, и в церковь. Визуальное создание по определению банально, поэтому Бога ничуть не стесняется таких вот почти опереточных арий, когда платье будет салон и так далее. Юноша в отчаянии отправляется в Шинок. Шинок это меня все равно смущает присутствие милых хитаянок. Шинок это кабак, где пьют с горя. и так тяжело, я еще говорю на таком вывернутом языке иногда. Отправляется в Шинок и к нему тут же старуха подводит босоврюка. А босоврюк то и есть. Это шныряющая нежить посреди тиганки. Только люди сядут там поросенка есть, у поросенка появляются глаза босоврюка, которые бешено обращаются. То еще что-нибудь. Все знают, что он чертяга. Он подсаживается и говорит, что ночь накануне вода упала. Если выйти за пределы тиганки, там в поле, там на болотах, можно открыть клаву. парень заметьте, это слабость. Это несознательно выбранное зло. Это когда человек проявляет слабо, человек в отчаянии, человек собирает с собой покончить, может быть, из-за несостоявшейся любви. Вот тут-то подсаживается чертяга и нашепчивает что-нибудь. В этот момент максимальной слабости человека. Посмотрите, что дальше происходит. Герой этот парень, он не помнит себя, оказавшись за пределами тиганки, он не помнит себя. Он находится в забытье и в забытье режет младенца. Потому что друг род младенца открывает клад, открывает недра земли, где все богатства. Он утром просыпается перед мешками с золотом, не помнит того, что было ночью. Мы знаем, как в классическом сюжете человек продает душу дьяволу. Знаем хотя бы из фаусту. Там высшей степени сознательный акт. Там бумага, документы, все прописано сознательно, где посажена печать и подпись кровью. так немцы продают душ дьяволу. А мы славяне делаем с другим способом. Непосредственное сознание совершенно иначе ведет себя в классическом от века данном сюжете продажи души дьяволу. Совершенно иначе. И это опять возвращает так в смысле, что бессмыслие знать нельзя, хаос познать нельзя. Запретим диканьки только хаос, а хаос непознаваемый. Поэтому нельзя сознательно распределить здесь кончается смысл, здесь начинается хаос. Скажешь, в хаосе ты теряешь разум. Что и случилось с героем. Он не помнит, что было ночью, не помнит, откуда это желто, совсем не помнит. Сыграна свадьба, он соседит над этими мешками и мучительно пытается вспомнить. И сидит, и сидит. И весь оброс уже страшен стал. Пока мимо него не проходит та самая старуха, которая в тот роковой час подвела к нему бессовлюка. увидев старуху, он вспомнил все. И что с ним должно было случиться в этот момент? Что случилось с Хамабрутом, когда он поднял глаза? Конечно. То есть один и тот же сюжет. Пока он не помнит, в состоянии беспамятства, он может продать душу дьяволу, может побывать в мире хаоса, но открыв на хаосе глаза, то есть вспомнив то, что было, а это и значит открыть на хаосе глаза, он естественно в это мгновение умирает. Все как в греческой трагедии, все как с Хамабрутом, так и здесь. Опыт обращения к хаосу, в то же время опыт самосознания есть опыт смерти. я не знаю почему непосредственное сознание и в греческой трагедии и у Гоголя испытывает тягу к самосознанию, откуда было. «Зачем Хаме поднимать глаза? Мы же виды тебе родился непосредственно и умри. Зачем этому Петрусю вспоминать мучительно? Откуда золото? Добери золото и живи счастливо». Но Хама непреодолимое желание испытывает все-таки поднять глаза, хотя внутренний голос кричит другое. и Петрус все-таки вспоминает. И оба в это жемновение гибнут. Откуда в непосредственном сознании это потребность самосознания? Потребность знать себя и одновременно знать свои границы и сознавать себя как границу смысла и бессмысла. Но почему-то это так. Почему-то это так. В греческой трагедии почему-то это так. У Гоголя. Но в любом случае мы остаемся при выводе, что непосредственному сознанию самосознание не дано. Не дано. Коваль по-разному разрабатывает эту тему. Вот почему Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем? А? Почему все-таки Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем? Нет, я не патриотический вопрос задаю, я просто прошу вспомнить сюжет. Я не ищу пока глубины причин, я просто прошу вспомнить, почему именно Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем. Никто не помнит. Они не помнят. Они разве в конце сами не помнят? Что сами? Они разве в конце сами не помнят? Ну помнили они сами герои в конце они прекрасно еще помнили. Никто не умер. Из-за Гусака. Потому что они рассорились однажды. Иван Никифорович сказал Иван Иванович Гусака. Назвал его Гусаком. Они ругались по-разному. Но когда прозвучало слово Гусак Иван Иванович обиделся смертью. Что это? Это совершенно обычное явление в ритуальном мире. Это слово запрет. Слово табу. Во всех ритуальных культурах обязательно есть слова табу. слова которые произносить нельзя. я часто леда провожу с кошкой области паревыми исследованиями занимаюсь. Денис мог бы разумеется соседний филолог. Но я просто живу среди людей в скотской деревне и вдруг срывомыслов заметил, что у них тоже есть слово табу. Это слово змея. Они там естественно говорят на эмоциональном языке. Вот двое стоят, две бабы стоят другом покрывают на четыре этажа. И все нормально. Просто язык эмоций. Никто ни на кого не обижается. и вдруг звучит слово «Да ты то, 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 и наконец ты мяя». А вот тут все. Тут все. Баба уходит и дальше ругается уже держать. Такая смешная сцена. Две бабы ругаются. Не чтобы подойти оставив попы и ругаться. Они отбегают каждая к своему дому, держатся за дверь своего дома. И уже оттуда посылает другую. И так в же положение очень забавно. Так вот, как не ругайтесь, это лишь эмоции. А одно слово вызывает уже не обиду, оскорбление. там дома не поджигают слава богу, пару дней могут не разговаривать. Хотя слово так внимательное. Но заметьте, змея все по фольклору. Как в сказке про курочку яичко, мышка бежала, хвощиком махнула, так и здесь змея. То есть нежить. Символ нежити. То, что мат-перемат это одно, а вот символ нежити это совсем другое. Так вот Иван Никифорович сказал Иван Ивановичу гусака. Иван Иванович смертельно оскорбился. И всем миром потом мирили. И помирили. Они Иван Иванович и Иван Никифорович друг другу руку дали. Они помирились такие. Огромными трудами они помирились. И тут говри опять-то делается очень искусно. И тут уже помирившись уже добродушным тоном Иван Никифорович Иван Иванович ну что мы с вами право так долго ссорились из-за какого ты ну теперь уже все. Первый раз Иван Иван Иванович сказал это слово со злости желая обругать. Часто он даже ругаться не хотел. Он просто вспомнил это слово произносить нельзя делать эмоции. Слово табу это то слово которое табу которое просто не произносится. поэтому когда Иван Иванович имея цель помириться от всей души ласковой снова произнес это слово больше они уже было невозможно тоже не стал пробовать. Вот почему поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем потому что непосредственное сознание предполагает границы и это предполагание границы выражается в частности в словах табу потому что слова табу есть не что иное как символ хаоса ну и действия табу потому что слова и действия табу есть символ хаоса поэтому они и запретят а существуют они потому что непосредственное сознание сознает определить свою пространственную ограниченность предполагающие хаос поэтому это сознание создает символы хаоса который сама же ставит само сознание ставит под запрет гоголь работает вот с этой непосредственностью в трагическом плане как Вия как Ночь на форуме Ивана Купалы так в полукомическом смысле вот этой повести про Ивана Ивановича Ивана Никифоровича так и в откровенно комическом смысле Купалы Откровенно комический ключ представлен Гоголем в петербургских повестях например Невском проспекте на Невский проспект выходит нефта поручит пирогов Невский проспект вообще вовремя представлен с самого начала как выставка непосредственности потому что чертой непосредственности является отождествление себя с признак вот еще одно чертой непосредственности которым мы не говорили является отождествление себя с признак и вот на Невский проспект выходит люди с усами которые являются плодом долгих бессонных ночей с Бакенбаш который тоже является плодом долгих бессонных ночей Такой в тонкой талии, что боюсь, всегда тронуться до девушки, так бы она не рассыпалась. Выставка непосредственности, выставка отождествлений с признаками. Поручик Дорогов совершенно входит в эту коллекцию. Он тоже не что иное, как поручик. Он осознает себя через признак поручика. Он существует и осознает себя через свой чин. Гоголь выражается совершенно замечательно. Он говорит, что поручик Пирогов никогда не сердился, когда ругали-пинали его, Пирогову. Но ужасно оскорблялся, когда ругали поручика. Отсутствие «я». Отождествление «я» с признаками. Еще раз, человек существует и осознает себя через признак. Это родовое сознание, это непосредственное сознание. Врачи это знают как причину психогенной смерти. Это знают и антропологи в этих дописьменных культурах, в первобытных культурах. Если человека отлучают от племени, от рода, изгоняют из места, которое для него является святым, потому что это ограниченное место, это весь мир для него. Если его отлучают за какую-то проведенцию, например, за совершение табу действия, совершенно молодой, здоровый, крепкий воин ложится на землю и через 15 минут умирает. Потому что то, с чем он себя отождествил, это не то, что он потерял родину, а дело в том, что он отождествил себя с родиной. Поэтому он потерял себя. Ну и более банально там какой-нибудь генерал вышел в отставку, ну, прямо вчера. Перед отставкой его тщательно обследовали, совершенно здоров. Здоров, все окна на месте, все хорошо. Ну, он перестал быть генералом. И через месяц, к пущему удивлению, поражению врачей, он уже мертв, уже похорен. Да что там генералом маршалом умирает? Отождествляя себя с признаком, при утрате признака, ты утрачиваешь не признак, а самого себя. В дописленных первых культурах есть еще, люди проживают, как известно, три жизни. Первая жизнь, когда ты ребенок. То есть у тебя нет семьи, тебя не берут на охоту. Когда ты входишь в возраст, ты умираешь. То есть, это мы с вами, ритуально умираешь, конечно, не физически. Но тогда с вами ритуальное умирание, это, не знаю, там, игра. Скоро бы, она серьезная, может быть, но игра. А для ритуального сознания это действительная смерть, действительное рождение. Человек получает новое имя. И он действительно сознает себя вновь родившимся. Он уже не то, то вместе с именем Канула. А он теперь уже взрослый воин, имеет семью. И во второй раз он умирает, когда становится старым. Когда уже не может иметь детей, не может охотиться. Он вновь умирает, именно умирает. И именно рождается и получает новое имя. Это уже третья его жизнь, буквально, в смысле этого слова. Для ритуального сознания ритуальная смерть ничем не отличается от смерти физической. Для сознания здесь не отравилась. Таков поручит пирогов. Таков поручит пирогов. Ему все равно, что говорят о пирогове, но очень болезненно воспринимает все, что говорят о пирогове. Очень остро. И вот такой человек выходит на Невский проспект. Увидел симпатичную немочку и пошел за ней. И немочка привела его домой, к себе, когда мужа не было. И соблазнилась потанцевать с ним. Потому что ужасно любила танцевать, но, главное, дура была совершенно невозможна, что немочка. Она приглашала не ни с каких-то таких видов, а просто потому что дура. И вот они весело танцуют. И тут валивается муж с другом. А почему с другом? Гоголь объясняет, почему с другом. Потому что это англичанин закрывается на ключ и нарезается один. А буйный немецкий дух требует совместности, праздника и песен. Так что он не один, а с другом валивается. И будучи в сильном возбуждении, они поступают с поручиком-бюроком следующим образом. Они растягивают поручика на скамье, снимают с него поручиковые портки и порют. И порют. На утро они приходят в ужас, потому что они же просто немецкие ремесленники, а тут русский офицер в ремень. Это каторг. Это каторг. А что делает поручик пирогов? Поручик пирогов съел слоеный пирожок, шарпнул два раза ножкой и забыл. Вот так. Вот так. Почему он забыл? Потому что здесь непосредственное сознание сталкивается с тем, чего быть не должно. Поручика можно убить на дуэли десять раз. Но поручика нельзя выбороть. Непосредственное сознание не может знать бессмыслица. А бессмыслица для него это то, что за пределами ритуала. Ритуальному сознанию поручика, или скажем так, в рамках ритуального сознания, поручику не дозволено быть поротцем. Как угодно. И поэтому он не пошел по инстанциям отправлять на каторгу этих бедных ремесленников, а забыл. Какой у него был выход, кроме как забыть? Правильно умереть. Как Хамабрут, как Петрусик. Умереть. Но Виа это выражено трагически, через смерть, а здесь совершенно комиксически. Это уже смешная история. Увы, правильно, он съел пирожок, шарзан ножкой и забыл. Но осталось главное, сознание не встретилось с хаосом. Что совершенно принципиально, сознание не встретилось с небытием. Мы видим, что Гоголь во всем своем творчестве. Что маларсийские повести, что петербургские повести. Очень тщательно и последовательно исследует непосредственное ритуальное сознание. Достоевший исчерпывающий определил однажды сущность художественного творчества. Он взял пьесу Гоголя, хорошо известную, и показал. То есть я заметил, что ни один жених не прыгает в окошко перед самой свадьбой. Так не бывает. Ни один жених не сигает в окошко в последнюю минуту перед свадьбой. Но нет такого жениха хотя бы на мгновение не захочевшего это сделать. Несмотря на то, что хотя бы маленькое желание на одно мгновение тягануть в окно. Сбежать. О чем говорит Достоевский? О том, что в чем смысл художественного творчества. Художник берет штрих от человека. Штрих, который не составляет никогда целостного человека. Сейчас нет непосредственного сознания в чистом виде. Как в диканьке. Как в греческой трагедии. В чистом виде нет. Но штрих этого в нас всех присутствует. Так или иначе присутствует. Каждый из нас, если Бог мне... Если будет публично выпорот вдруг... И что-то из-за событий. Как будто и не было. Не всякий забудет. Кто-то пойдет в полицию жаловаться. В лекторат писать. Заявления. Всякие. Но всякий испытает более или менее сильное желание. Забудет. Наше время в степени сознания также есть. Слова там, наверное, для каждого человека поэзии. Какие-то кусочки. Но я просто вернулась к тому, что Вы говорили, как поссорился. И я тоже думаю, это тоже остатки получается. Или оно всегда присутствует. Или оно постепенно уходит все-таки из сознания. В общем, в принципе. Я, конечно, не могу уверенно ответить на этот вопрос. Это во многом такой вопрос личный. Я бы сказал, что ритуальное сознание не уходит, а остается. Но на него напластывается более сложная форма. И поэтому оно как бы действительно уходит. Мы с Вами рефлексивны. Мы уже так и непосредственно. Мы уже не отождествляем себя с признаками. Но отчасти отождествляем. Девушка цвела, была прекрасна. Взруг, не дай Бог, конечно, не знаю, там, оспы или порез. Она потеряла свою красоту. Конечно, отчасти девушка понимает, что она потеряла часть себя. Но отчасти девушка думает в какие-то черные минуты, что она вообще себя потеряла. А почему? Потому что она отчасти, но отождествила себя за своей красотой. И отчасти для нее потеря красоты – это потеря смерти. Потеря себя. Потеря себя, за которым следует психогенная смерть. Очень быстро. То есть все мы так или иначе пытаемся забыть, если бываем выпороты. Все мы так или иначе отчасти с каким-то признаком, каким-то образом поведения. Где-нибудь в ученом совете сидишь, там какой-нибудь профессор академии выступает. И, конечно, человек умный, рефлективный, имя европейское. Но ты просто видишь, что для него университет – это диканька. Для него хана, самая прекрасная девушка на всем белом свете – как по ту сторону диканьки, так и по этому. Вот это сознание, просто видно, в нем это сознание. Это непосредственно много в нас. Если посмотреть, я вас слушаю. А у Голи есть герои, которые символизируют неритуальное сознание, то есть последовательное? Это следующий раз. Обязательно следующий раз. На Нескый проспект вышел не только оборочек пирогов, но и художник Пискарев. А это уже другое. А это уже совсем другое. Пискарев – мечтатель. Но кто скажет, что пирогов – мечтатель? А Пискарев именно мечтатель. И Акакий Акакевич тоже мечтатель. Кто скажет, что поручит пирогов – мечтатель? Кто скажет, что Акакий Акакович отождествил себя за своей должностью? Он предлагает повышение, а он и не берет, потому что совсем это не нужно. Совсем другое, чем другие люди, и мы будем заниматься так же внимательно, как и поручикой Пироговым. Но просто в следующий раз. А сейчас, говоря о месте ритуала в нашем сознании, мы всегда должны признать, что... Мы еще прошли мимо того, что... Я прошел мимо того, что ритуал – это сюжет. А что такое сюжет? Сюжет предполагает два свойства. Неизменность лица и узнаваемость происходящего. Узнаваемость происходящего, тогда появляется такое явление, как сюжет. Вот это итальянские маски, да? Мальвина, Киро. Скажите, можно... У Мальвина голубые волосы, как известно. Можно Мальвине отрезать волосы? Совершенно нельзя. Это будет просто уже не Мальвина. Или перекрасить. Мальвина с красными волосами. Это просто не Мальвина. Киро, как известно, длинные рукава. Скажите, может пиро закатать рукава? Пиро исчезнет. Закатать рукава решительно невозможно. Потому что пиро тождественен со своим обликом. Как и Мальвина. Поэтому неизменность лица, маска не может меняться. Мальвина не может быть волосы иного цвета, нежели голубого. Неизменность лица и вечность сюжета. Исконная банальность сюжета. Сюжет должен быть узнаваемым. Тогда он возникает. Поэтому ритуальное сознание, которое полностью отвечает этим критериям, оно лежит как бы в основе искусства вообще. В основе художественного текста вообще. В художественного текста должен начинаться с ритуального сознания. Ибо оно отвечает основным требованиям поэтики. Сюжет – это неизменность лица, то есть толщество лица с обликом. Поручик Пирогов тождественен своему облику. Как Мальвина. И все, кто на Невском проспекте, со своими усами, бакетбардами и италиями, они тождественны со своему облику. Как Пирогов. Поэтому художественный текст должен начинаться с Бога. С непосредственного сознания. Художественный текст должен начинаться с греческой трагедии. Поэтому-то художник Гоголь, Николай Васильевич, он и выбрал такую поэтику. Потому что художник, он же вряд ли способен на тот анализ, который я проделал сейчас. Я не похвари, но думаю, что Гоголь бы такого анализа не проделал. Если бы я мог писать, как Гоголь, я вообще бы не болтал, а писал. Это тоже правда. Но я болтаю. А Гоголь так, наверное, никогда не смогу проанализировать подробно свое собственное творчество. Но он художник. Он чувствует это сознание. Он ведется с разных сторон. Он показывает, как ему невозможно поднять глаза на нежить. как происходит полное отождествление лица с обликом. Смешно, в комическом, трагическом плане. Он со всех сторон это показывает. Как ведется сознание, попав в хаос, то есть продав душу дьяволу, оно оказывается опамятавшимся, не знающим себя. Он с разных сторон просто буквально обсасывает со своим художественным чутьем обсасывает эту тему. И передавив контакту, во всех бликах, во всех сторонах выступает это самое непосредственное сознание, которое полностью отвечает истокам художественного слова. Истокам художественного текста. И на отсюда текст должен начинаться. Напоследок еще одна черта. ритуального сознания над человеком нельзя смеяться. Куголь тоже не прошел мимо этого. А знаете почему? Над непосредственным ритуальным человеком нельзя смеяться. Потому что ритуальное непосредственное сознание не может смеяться над собой. Он не может усмехнуться на себя. Человек, совпадающий со своим обликом, не может смеяться над собой. Смеется только субъект. А здесь полная бессубъектность. И в страшной мести, когда человеку только казалось, что кто-то на него усмехнулся, этого человека там жил и живу, я это видел. Это не так ярко, как в страшной мести Гоголя. Но эта черточка присутствует значительно ярче, чем она с вами. Сейчас, наверное, можно привезти? А? Пример можно привезти? Можно. Я, как раз, собирался привезти пример. Но только не в Сосской деревне. Вы, наверное, уже не... Уже не видели таких людей, а я видел. Настоящих русских интеллигентов. Настоящих русских интеллигентов. Которым свойственна бескорыстность и даже жертвенность. Жертвенность, наверное, самое хорошее слово, которое к нам подходит. Некоторые из них с европейскими именами. Ну, с европейскими именами есть и сейчас. А вот таких вот настоящих русских интеллигентов, жертвенных, в самой своей основе, может быть, вы уже не встретите. А я видел. я имя имя называть не буду но на одном вечере на лекции я пришел там сидел один из этих самых замечательных людей вместе с женой и я сидел сидел слушал слушал европейское имя безусловно бескорыстный человек чистая душа я друг другим хохотом вышел не выдержит но потому что это памятник жертвенности он совершенно тождественно своему облику он страшно умный бесконечно знающий человек например нет скажем но но рядом с ним я действительно ничего не знаю просто ничего но но это не он а памятник ему его жена рядом верная подруга этот образ верной подруги видишь вкладыш этом прошел там памятники надпись жене и другу вот мне смешно и даже очень смешно люди которые написали было не смешно они как раз в начале века вот эта самая жена друг совершенно закончена или сотворена я рассмеялся вышел и потом соскучал расстроился потому что хочу хороших людей обижать ну чё я взял обидел хороших людей даже если в общем-то мясо если не не желая обидеть это тождество лица и облика и он внутри искренне жертвенную облик выдает это сразу с первого взгляда всю жертвенность всю его неподкупность всю его бескорыстность и трудолюбие все это вот второй взгляд уже не нужно и также и жена еще и подчеркивать без жены я может не просто вышел тут я просто чуть не умер на смеху думаю что же так обидел то хороших людей а потом подумал что их вовсе не обидел потому что им в голову не может прийти что над ними кто-то станет смеяться и в голову не может прийти это вот та самая шок шар шатнул ножкой и забыл все что угодно только не смеяться поэтому пьяный там я не знаю придурок какой-то мало ли на публичных лекциях людей разных и никоим образом даже краем сознание не могло бы немного немного я понял это потом подумав не могло прийти а значит они не могли быть обижены ну кто обижается на придурка случайно вот вам пример если угодно этой самой непосредственности которые на самом деле многое который воголь взял черту эту пищевой и сделал самостоятельный образ это то о чем говорите достоевский взял черту и дело самостоятельный образ каждому же них уход в чуть-чуть хочется прыгнуть в окно он взял эту черточку другой не осознает этого своего желания перед венцом и судал целый образ жениха который сигает в окошко прямо перед венцом в этом суть художественного творчества и лучшего определения которого что творчество я не знаю и гоголь именно это и делает воплощая черту любого из нас все на сегодня спасибо